Всем привет, это канал JoyFoxPlay и получайте новую подборку игр для слабых ПК и ноутбуков с 2 гигами оперативы. Не буду долго размусоливать это вступление, напомню только, чтобы не пропустить выход новых серий, я рекомендую вам подписаться и шлёпнуть лайк. Для вас это дело 3 секунд, а для меня награда за 5 часов работы. Погнали к играм! Эффи. Приключение по совместительству с экшеном, который успешно сочетает в себе также платформер, головоломку и квест. Ты постоянно должен быть начеку, ведь игра подготовила для тебя массу испытаний, преград и противников, которые всегда готовы тебя уничтожить. Интересные события и довольно разнообразная линия сюжета не позволит тебя заскучать в этой игре ни на минуту. Также есть применение темной магии, поэтому стоит всегда быть начеку и не поддаваться ее влиянию. События игры отправят тебя в загадочную страну, которая процветала ровно до того времени, пока на нее не напали сторонники темных сил. Главной в этом деянии является ведьма, которая обладает магическими навыками, поэтому умело применяет ее на всех, кто становится на ее пути. Ее главная задача поработить и разрушить все города и даже самые могущественные страны, а значит и весь мир. Ты исполнишь роль отважного воина, который намерен не дать исполнить все планы злой колдуньи, уничтожив ее, тем самым принеся в мир былое процветание и покой. Heaven Dust. Игровой проект, исполненный в жанре экшен, где тебе предстоит побороться за жизнь главного героя. Игра имеет сюжетную линию, а также отличное визуальное исполнение, что позволит тебе с головой окунуться в ужасающую атмосферу. История расскажет о главном герое, который совершенно случайно оказался в странном особняке. После того, как тебе удается очнуться, ты понимаешь, что находишься в совершенно неизвестном для себя месте, которое раньше позиционировало себя как секретный исследовательский центр. Как только ты попытаешься выбраться из этого злополучного места, то поймешь, что оказался в запутанном жутком лабиринте, найти выход из которого будет не так-то и просто, как могло показаться на первый взгляд. Преодолей свои страхи, исследуй все локации, раздобудь полезные предметы и найди хоть какие-то зацепки. Не обойдется в данной игре без запутанных головоломок, при решении которых ты сможешь дать ответы на многие интересующие тебя вопросы, тем самым давая себе больше шансов на выживание. Интернет-кафе-симулятор. Игровой проект в жанре симулятора, где ты окунешься в тему экономики и постараешься создать собственное процветающее дело. Открой бизнес, покоряй все больше и больше вершин, развивайся и стань профессионалом в своем деле. Тебе нужно уметь привлекать своих посетителей, чтобы аудитория росла и твое дело процветало. Обязанностей масса, ведь ты берешь под свой контроль все аспекты деятельности данного предприятия. Игра выступает перед нами как симулятор интернет-кафе. Чтобы добиться положительных результатов, тебе необходимо вложить все свои силы, а также не забывать всячески улучшать свою деятельность. Подзаботься об аренде и вовремя ее оплачивать, чтобы накопить денег и купить отдельное здание. Также не обойдется и без конкурентов, которые намерены сделать все, чтобы твое дело закрылось. Ты не должен этого допустить и даже наоборот, сделать кафе самым популярным местом в твоем городе. Как только ты добьешься желаемого успеха, не стоит расслабляться, ведь враги не дремлют и всегда будут на чеку. Last Warrior Новые приключения про храброго рыцаря Судьба королевства и жизнь прекрасной принцессы находится в руках храброго рыцаря, который должен проявить мужество и бороться с врагами. С каждым уровнем вас ждут новые локации, интересные испытания и различные препятствия. В конце вы встретите самых противных и сильных врагов, и главного босса, который охраняет замок. В игре 10 разных врагов, каждый со своей тактикой и боевой силой. Таким образом, с помощью одного меча, в том числе умения и ловкости, вы можете преодолеть пропасти, каменные здания, разрушенные мосты и покорить вершины. Действия игры разворачиваются в вымышленном фэнтезийном мире, где есть королевство, принцесса с королем и злом, которое какое-то время дремлет в самых темных уголках этого мира. Но что-то случилось и теперь королевство и жизнь принцессы оказались в опасности. Что ж, здесь вы играете роль рыцаря, который, как это принято в таких историях, будет путешествовать, сражаться со злом, спасать принцессу и в то же время препятствовать завоеванию королевства. В общем, можно ожидать классической, но очень интересной истории. Первое, что нужно сказать, это то, что разработчики создали невероятно приятную атмосферу в этой игре. Вы будете наслаждаться приятными красивыми местами с яркими пейсажами, не слишком реалистичными персонажами, но интересными и вдумчивыми битвами с врагами. Все это создает атмосферу, в которой вы можете наслаждаться приключениями и отдыхать. Ministry of Broadcast Увлекательная игра в жанре платформера, которая имеет довольно динамичный геймплей, а также порадует тебя незаурядной линией сюжета. Ты отправишься в фэнтези мир, где существует некое государство. Сложилось так, что эта страна была разделена большой стеной на две части. Те, кто был знаком, уже не могут отправиться на территорию к своим друзьям и товарищам. Также игра познакомит тебя с существованием некого телешоу, в котором могут принять участие те, кто хочет выбраться на другую сторону стены. Тому, кому доведется выиграть это нелегкое испытание и посчастливиться, отправится в желаемое место. Данный проект был организован правительством страны, а это означает, что происходящие на поле боя будут транслироваться по всем каналам. Главная задача всех участников – одержать победу. Но сделать это будет очень непросто, ведь впереди их ждет масса испытаний и сложных задач. Здесь проверяют не только твою силу, но и твой интеллект. Ты возьмешься за исполнение роли главного героя, который станет участником шоу и постарается одержать в нем победу. Shelter В переводе с английского название игры Shelter означает убежище. Для кого-то убежищем является дом, как в пословице «мой дом, моя крепость». Для кого-то это бункер, а кому-то убежищем может послужить вырытая нора или яма. Игра знакомит нас с нелегкой жизнью барсуков в дикой природе, которым приходится выживать и находить себе убежище. Хищные птицы, змеи, лисы и другие животные готовы полакомиться барсучихой, являющейся героиней игры и ее детенышами. Протагонистка, что очевидно не согласна с устоявшейся пищевой цепочкой, поэтому та всеми способами старается оберегать свою жизнь, так и жизни своих отпрысков барсучат. Но не только хищники представляют собой опасность, ведь есть еще и такие явления, как лесные пожары или банальный голод. Безусловно, еду можно отыскать, чем, собственно говоря, мама барсучиха и занимается. Но вопрос в другом, хватит ли найденной пищи на всех. Малышам-барсучатам еда нужна не только для утоления голода, но и в качестве источника энергии, поскольку те постоянно растут и превозмогают трудности, подстерегающие пушистых на каждом шагу. Спарклайт Приключенческая игра в жанре экшена, где все действия происходят с видом сверху. Здесь ты станешь участником длинного, увлекательного, но в то же время опасного путешествия по красочному миру. События игры отправят тебя в мир фэнтези, который подготовил немало сюрпризов и мрачных тайн. Затем ты узнаешь о существовании некой планеты, ядро которой обеспечивает все население топливом. Все шло своим чередом и, казалось бы, ничего не предвещает беды. В один миг за дело берется местный барон, который решает захватить ядро и взять под контроль все его ресурсы. Он решил изобрести различные машины, которые будут работать от этой самой искры. Он еще не знает, к какому ужасу приведут его эксперименты. Все дело в том, что искра ядра должна использоваться только в правильных целях. Если же она будет применяться к дереву, то тут же вызовет мутацию, что и произошло в случае с бароном. Теперь за дело должен приняться именно ты, ведь только ты в силах остановить весь этот ужас. Stranded Sails – Explorer of the Cursed Islands Интересная приключенческая игра, которая включает в себя отличное визуальное исполнение и динамичный процесс. Сюжетная линия поведает тебе о главном герое, который вместе со своим отцом отправился в путешествие по морю. Но в один момент случается жуткий шторм, и ваш корабль терпит крушение. Именно с этого жуткого момента и начинается настоящая борьба за жизнь в самых жестоких условиях окружающего мира. Позже ты узнаешь, что находишься в зоне Большого Архипелага, состоящего из нескольких островов. Вы принимаете решение отправиться на острова, дабы тщательно изучить каждый, отыскать убежища и постараться обеспечить себя пищей. Опасность вокруг тебя масса, поэтому следует всегда быть начеку. У тебя будет масса возможностей, которые необходимо правильно использовать, чтобы сохранить свою жизнь. Изучай мир вокруг себя, находи полезные предметы и ценные ресурсы, преодолевая испытания и справляясь с ловушками на своем пути. Всегда контролируй свои запасы и делай пополнение. Также будет возможность создания корабля, дабы отправиться в морское путешествие. Yes, Your Grace Игровой проект исполнен в жанре РПГ, где ты сыграешь роль настоящего правителя и постараешься справиться с нелегкой миссией. Ты встаешь на место короля и постараешься поднять свое государство с колен, и даже сделать его процветающим. Главная задача будет выслушать и выполнять по своему усмотрению просьбы подданных, либо же вершить их в судьбы. Ты должен всегда уметь распоряжаться своим временем, дать мудрый совет, либо оказать правильную помощь тем или иным просящим. Под твоим контролем богатые ресурсы, которыми необходимо распорядиться на свое усмотрение, тем самым добиваясь процветания своего королевства. Будь внимателен, ведь не все просьбы нужно исполнять. Многие из подданных могут оказаться настоящими коварными соперниками для тебя. Не обойдется и без личных проблем, как своих, так и связанных со своей семьей. Займись наймом отважной армии воинов, охотников и шпионов. Ты можешь даже обратиться за помощью колдовским силам. Игра обучит тебя грамотной и широкой дипломатии. Будут и высшие чины, у которых имеются особые прихоти, необходимые к выполнению твоей стороны. Ну вот и закончилась подборка наших игр. Пиши обязательно в комментариях подборку каких игр ты бы хотел видеть. Да, я напоминаю об этом каждое видео, для меня это на самом деле очень важно. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока ребят.